Да, это Fallout 4, первое посещение убежища 81. Давайте вспомним. Вот я смотрю на эти лучи и думаю, блин, а завезут ли когда-нибудь Fallout 4 вот эти вот лучи RTX, а? Блин, прикиньте, какая игрушка станет требовательна. Ого, не, ну будущее, будущее впереди, и в 25-м году, конечно же, игре стукнет 10 лет, и по-любому выйдет что-то наподобие Anniversary Edition, как это было Skyrim Special Edition, весь клуб творчества. Я знаю, что здесь еще много плюшек, которые оставили на 10 лет. Посмотрим, может быть, что-нибудь и с лучами придумают. Знакомимся с смотрительницей, рассказываем или не рассказываем грустную судьбу нашего убежища, она разрешает нам ходить тут, продавать, брать квесты и так далее. И вполне вероятно, вы на кое-что не обратили вначале внимания. Извини, ты скоро увидишь, что у нас сейчас в нескольких местах идет ремонт. Гвен Макнамара, смотритель, добро пожаловать в убежище 81. Мы еще никогда не встречали обитателей других убежищ. Говоришь, убежище 111? А оно еще работает? Смотрительница, да? Гвен Макнамара. Не кажется ли вам это что-то знакомое, а? Fallout New Vegas и Ден Вэлли. Тоже в убежище. Тоже занимает руководящую должность. Это старишина Макнамара. А, ты снова здесь. Удалось найти все нужные компоненты? И что они? Родственники? И вообще как? Как по времени? Я знаю тройка, потом четверка. Но может быть тройка и Нью-Вегас это в одном времени? А? Если вы знаете, напишите пожалуйста в комментарии. Да вообще, я бы об этом никогда не узнал. Просто сейчас на стримах прохожу Нью-Вегас полностью. Стараюсь пройти полностью. Первое прохождение с нестандартным билдом, без выносливости за снайпера. Офигенно. Сейчас квесты прохожу. Убежище зачищаю. Ссылочка в описании, ребятки. Присоединяйте стримы каждый день. Также прохожу первый раз в Warcraft 3. Да, немного запоздал, но никогда не поздно. Конечно вы знаете, что в Fallout 4 много разных случайных встреч. Играя, вот разные включались. И милые, и жесткие, и странные. Но эту я встретил в первый раз. И сразу сохранился. Мне будет интересно узнать, была ли у вас такая встреча. Где просто-напросто сразу же. Три штук Матрона. Вас встречает и испепеляет. Вы даже пугнуть не успеваете. Не, ну разные встречи бывали. Разные, да. Бывало два когтя смерти. Окей, но они пока добегут. Бывало еще три, сразу три супер мутанта с миниганами. Тоже неприятненько. Но это, это черт возьми. Ни хрена себе. Да как? Жемчужина Содружества. Даймон Сити. Отправляемся за центр города вот сюда. И здесь видим мужичка. Который красит стену. Подходим к нему. Не трогай краску. Попробуй заставь меня. Отвяжись. Будь повежливее. Я же не какую-то хибару крашу. Это стена. Нашу великую зеленую защитницу надо уважать. Сдается мне, тебя нужно поучить уму-разуму и хорошим манерам. Не хочешь немного поработать на благо сообщества? А что нужно? А что тебе нужно? Видишь эту краску? Ее можно достать только в одном месте. В хозмаге. Разрушенном магазине к западу отсюда. Принеси мне банку краски, и тогда в твоем кармане окажется 100 крышек. Ну что, как тебе такая мысль? Если у вас прокачано красноречие, то, точнее, харизма, можно до 200, по-моему, или 250 выторговать. Но соглашаемся. Запускается квест Старый город в новом цвете. Идем за краской. Благо, хозмаг находится недалеко. Разбираемся здесь с местными рейдерами. Ииии... Хм... Зеленого нету. Но берем синюю. Превосходная. И желтую. И смешиваем их. Создать зеленую. Даже помню в школе. Желтая плюс синяя будет зеленая. И возвращаемся. Ты снова здесь? Ну что, получилось добыть краску? Да. Это было нелегко, но все же мне удалось ее найти. Отличная новость. Давай, сделай первый мазок. Посмотрим, совпадут ли оттенки. Ммм. Попробуем. Попробуем, делаем. Зеленая краска. Хороший зеленый оттенок. Стене, похоже, нравится. А у тебя крыша поехала? Стене нравится. Господи. Да, да. Смейся сколько хочешь. Все равно это большое дело. Вот твоя плата. И еще небольшая премия за нужный оттенок. Только распорядись деньгами с умом. После такого даже не жалко. Небольшая премия за нужный оттенок. И тут же сразу захотелось, а если, покрасить в другой цвет стену. И чтобы все получилось, вам просто-напросто нужно взять или синюю, или желтую краску. Зеленая краска. А если я не найду зеленую краску, что тогда? Ммм. Люди будут недовольны. Это же великая зеленая защитница. Традиция и все такое. Если придется выбирать между новой краской и разрушением стены, я уже знаю, что выберу. Ну, удалось что-нибудь найти? И что же он выберет? Да, да. Смотрим, совпадут ли оттенки. И мы берем вместо зеленого, наносим синюю краску. Опа. Реакция? Синий? Ты в своем уме? Эта стена не синяя. Недовольны? Думаешь, люди расстроятся? Стена более двухсот лет была зеленой. Людям не понравится, что ты разрушаешь эту традицию. Но что поделать? Придется использовать то, что есть. Нельзя же оставлять стену некрашенной. Вот твоя плата. А теперь уходи. У меня много дел. Джекпот. Зеленая. Не будет уже. Синяя, синяя. Но более интересно, возможно, вы не знали. Происходит через сутки. После того, как мы сдали этот квест. Стена. Действительно красится в синий. Ну, получается такая зелено-синяя. Хм. Прикольно. То такие мелочи, но учитываются. Но мне кажется, более ярко смотрится, когда в желтый цвет. Мне кажется, так самое интересненько смотрится. А какой цвет выбрали бы вы? Желтый, синий или зеленый? Напишите в комментарии. А если подойду? Желтая стена. Ну, и на том спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Конечно, вы знаете, что Даймонд Сити построен в центре бейсбольного поля. Ну, это чисто американский спорт. Такое уныне, но это их тема. Пишка в другом. Пишка в мелочах. Тут даже дорожки сделаны, как они там бегают в этом спорте. Но, я недавно обратил внимание на их табуреты. Вы только посмотрите. На них выполнен рисунок. В форме бейсбольного мяча. Самое начало игры Fallout 4. Мы распределяем очки так, как хотим играть. И создаем имя. И возможно, вы не знали, что БФСД довольно неплохо проработала имена. Есть целая огромная база имен. Ссылочка, если что, в описании оставлю. И эти имена потом может воспроизвести Коцвард. Только посмотрите. Чудненько. На этом все. Осталось отнести бумаги в убежище. Поздравляю, вы готовы встретить будущее. Эээ, спасибо. Эй, ради нашего спокойствия. Подумаешь документы. Ради вас, Шоном, ничего не жалко. И? Хороший ответ. Умею, когда хочу. Прикольно заморочились, да? Одобряю. На этом все. Поддержите видео. Подписывайтесь. Пока.